Тогда продолжим. Я приглашаю следующего выступающего, доктора Шахида Пирвеза из Пакистана. И он нам расскажет о текущем состоянии раковых регистров в своей стране, в Пакистане. Спасибо большое всем. Позвольте выразить признательность организаторам, а также ведущего, который предоставил мне слово, за то, что Мальком меня представил российским коллегам. Действительно, для меня это огромное удовольствие и честь выступать перед вами в таком прекрасном городе и замечательной стране. Спасибо. Вот так выглядит Карачи. Это единственный город-порт. Это бизнес-хаб, то есть это крупнейший город в Пакистане, в котором процветает бизнес. Он похож на другие мегаполисы, очень космополитичен. А это мое место работы. Это частное, самое престижное заведение университета, который называется университет Агахан, прямо в центре Карачи, в самом сердце. Поскольку у нас есть определенный опыт и навыки в лечении, то, соответственно, было решено, что вот в нашем университете будут проводиться диагностика, из десяти точек прибывают образцы. И, кроме того, не только из Пакистана, но и из Афганистана. Вы, наверное, знаете, что в этой стране очень примитивная инфраструктура, много патологий, биопсия, которая там берется, не могут быть исследованы. Поэтому нам присылают ее на исследование тоже. Теперь по поводу регистра. Работа началась достаточно давно, в 1973 году в Пакистане, Пакистанским центром медицинских исследований. И первый реестр, который уже кольцовался всего населения, был организован в Карачи в 1995 году. Мы в университете Агахан, просто потому что у нас собираются материалы для анализа, плюс мы обладаем необходимыми знаниями, получаем информацию со всего Пакистана. Мы можем регистрировать ее, регистрируя в каких регионах Пакистана, провинциях, какие виды рака наиболее распространены. Поэтому мы организовали свой реестр. Вот последний был публикован в 2007 году. И ведущим лидером у нас является этот доктор. Этот доктор умер очень молодым, был патологоанатомом. И вот с тех пор, после смерти этого доктора, это была женщина, и она, к сожалению, не назначила преемника, который мог бы возглавить эту работу. После того, как она умерла в достаточно молодом возрасте, вот с тех пор все, что связано с реестром раковых заболеваний в Карачи, является моей работой. Как я уже сказал, Карачи – портовый город в Арабском заливе, в Аравийском, простите, заливе. И эти данные на 2007 год из реестра по ракам заболеваний, которые ведет университет Карачи. Вот обратите внимание, что рак ротовой полости к 2007 году превзошел по распространению рак легких у мужчин. И если мы сложим рак ротовой полости с распространенным раком, поскольку мы здесь говорим о карциномах, то увидим, что этот рак гораздо более распространен, чем рак легких. Поскольку я апатологоанатом, я занимаюсь патологиями, то, в общем, большая часть раков, которые мы сейчас регистрируем, это вот все, что связано с карциномами ротовой полости, гортани и так далее, глотки. А это картина по женщинам. К сожалению, вы видите, очень высокий уровень заболеваний с раком груди, а на втором месте даже следим. Вы, наверное, знаете, что Карачи – это самый один из густонаселенных городов мира. На шестом месте 200 миллионов людей там проживает. И можете представить, какой процент женщин здесь живет. Но обратите внимание, очень распространен рак ротовой полости у женщин. И вот повреждения в эти очень неприятные, в прогрессирующем состоянии. Это те виды рака, которые можно лечить хирургическим путем, но это большое повреждение, потому что придется отрезать часть языка, нужно часть десны вырезать для того, чтобы вылечить человека. Это такие сквамозные карцинуромы, которые речатся хирургическим путем. И по разным причинам, как я уже упомянул, у нас много рака в последних стадиях. Обратите внимание, распухание шеи у этой женщины вызвано метастазами. Что касается придракового состояния тканей повреждений, все мы знаем, что любые красные или белые точки являются предвестниками заболевания. Но вот, кстати говоря, вот это оказалось доброкачественное повреждение, потому что сквамозные карциномы производят много каротина. Но другие распространенные карциномы тоже могут много каротина продуцировать. Однако определенные тивы, лейкоплакии, особенно с такими белыми точками, вызывают большое подозрение. Всегда нужно брать биопсию в этом случае из повреждений, поскольку их можно даже считать в таких странах с высоким региономом. И мы знаем, как в Пакистан, что вот такая биопсия является частью скринингового процесса. И вот белые повреждения, эртроплакия. И вот здесь настолько эпителий тоненький, что подлежащие сосудики уже даже просвечивают красным. И опять красные пятна вызывать должны у нас подозрения. Нужно брать в биопсию с обеих точек. Вот здесь распространенная бородавчика, читая лейкоплакия, то есть высокие гистологические критерии. Такие пролиферативные сквамозные карциномы, к сожалению, плохо диагнистируются. Классическая наука на этот счет говорит, что дисплазийная карцинома как бы не связывается с категорией профилактированной карциномии. То есть в любом случае дисплазия возникает в... Нужно еще смотреть на каратоз. Для нас во многих случаях возникают диагностические дилеммы, когда со всей точностью нельзя указать на правильный диагноз. Кто же является основными подозреваемыми? На Западе это курение и алкоголь. В Пакистане, особенно на юге страны, это пластинки и вообще жевательный табак. Жуются и пластинки, и листья, и орехи. Получается, что это как бы наши враги, которые вызывают рак. Листья бетеля, и бывают смешанные компоненты, когда в веществе, которое называется насвар, смешиваются высушенные на солнце табаковые листья табака, измельченные в порошок зола, известь и разные пищевые добавки. И все это оказывает влияние на людей, которые жуют. Это чаще всего представители рабочих профессий, водители автобусов, строители. Если на них посмотреть, они постоянно что-то живут. Вот так выглядит это вещество гудка. Оно приобретается, и даже просто вот так вдыхая его в себя, уже многие могут погибнуть, поперхнувшись. И это отражается в реестре по раку. В 2014 году наиболее заинтересованные доктора из 11 медицинских учреждений Хаарачи встретились для того, чтобы возобновить, возродить реестр регистрации раковых больных. И в том числе тут участвовал доктор Узва Ризван, который сейчас в данный момент живет в Нью-Йорке. Комиссия согласилась организовать себя как неправительственное некоммерческое учреждение. И под новым именем мы организовались, который называется онкологический реестр Карач. Мы предлагаем другие больницы присоединиться к этому движению. Но дело в том, что у каждой больницы свой реестр раковых больных, но никто не сообщает в какое-то центральное место эту информацию. Для того, чтобы можно было считать, что эти реестры обладают достоверными данными на основании всего населения. Но вот теперь мы решили взять на себя такую роль. У нас есть консультационный комитет, который занимается вопросами, какое программное обеспечение поставить, какое оборудование закупить, персонал, который необходимо нанять. И вот в настоящий момент то, что мы называем онкологический реестр в Карач, это новое имя ракового реестра в Карач, мы сейчас рассматриваем возможности сотрудничества с разными организациями, получения спонсорской помощи. Мы привлекаем к участию другие больницы. И будут специальные сотрудники, регистраторы, которые будут собирать вот эту информацию по населению, месторасположению опухоли, поставленном диагнозе. И в большинстве случаев также будут отслеживать, что происходит дальше с этими пациентами. Организация ICCB, входящая в состав университета Карача, любезно предложила нам воспользоваться первоначальным финансированием. 2000 американских долларов выделили, извините, 22 тысячи долларов выделили и в помещение предоставили. Однако все-таки необходимо еще операционные расходы покрывать, вот мы над этим работаем сейчас. В Пакистане 5 провинций. Карача входит в провинцию Син. Это вторая по размеру. Первая – это Пенджаба, и как раз там находится столица. В Пенджабе в 2005 году организовали реестр в Лахоре, в онкологической больнице. Но входят туда разные организации, в том числе и от правительства. Географически, как я уже сказал, находятся в Лахоре. В Лахоре проживает 10 миллионов жителей, то есть у нас 20 миллионов Карача, а там 10 миллионов. Информация размещается на веб-сайте. В последнем исследовании, которое было опубликовано в 2014 году, было зарегистрировано более 5700 новых случаев регистрации рака. 67, в основном, как бы женщины, более 50%. Данные только из Пенджаба использовались для того, чтобы вообще рапортовать о характеристике Пакистана в глобальном отчете. Вот это информация из Пенджабского реестра по раку. И обратите внимание, что возросло количество раков в ротовой полости у женщин. Это самый распространенный второй вид рака. Это общие цифры у мужчин и у женщин. Это то, что по Лахорскому реестру у мужчин на втором месте. А это самые распространенные 10 видов рака у детей. И это похоже на данные из других стран. И, наконец, третья группа. Это комитет по комиссии атомной энергии, используемых в больницах. Потому что используется радиотерапия. Вот есть такая организация. И сейчас эту организацию поддерживает атомный комитет Пакистана. Это государственная организация. Поэтому услуги бесплатные, либо полностью компенсированные правительством. Поэтому у них очень хорошо собираются данные. 18 медицинских центров по всему Пакистану. Два из них в Карачи. Итак, это является частью программы по повышению информатизации населения о раке. Итак, с какими проблемами мы сталкиваемся? Это финансы, это правовая среда. Потому что без законодательных актов мы не можем работать. И наш регистр в Карачи, мы зарегистрировали его, конечно. Но без правовой базы, без участия местного правительства или парламента, все больницы, которые подпадают под эту область, рядом с Карачи, они не обязаны предоставлять эти данные. Это просто их личное желание. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы были правовые акты, которые бы обязывали больницы предоставлять такие данные. Поэтому для нас это очень важно. Это большая мотивация для больниц поступать таким образом и понимать важность этого. Дальше найм персонала по регистрации данных. И сейчас в Панджабе есть реестр по раковым заболеваниям. Он хорошо работает. Есть анатомическая комиссия в нашей стране. Но есть реестры по констатации онкологических заболеваний. Но главное все четко планировать. И я надеюсь, наш план вообще заключается в том, чтобы к 1 января собрать все необходимые данные. Я надеюсь, что у нас это получится. Итак, в завершении я хочу показать вам вот эту картинку и сказать, что информатизация населения очень-очень важна. Большое спасибо за внимание. Спасибо за такую вдохновляющую презентацию. Я понимаю, что вы активно работаете. Я просто поражен вашей работой. И, конечно, это говорит о том, что есть много реестров раковых заболеваний в азиатских странах. И они пытаются активно работать, но без плотной почвы, без нормальной платформы работать практически невозможно. Поэтому я очень рад, что вы работаете. И я держу за вас скрещенные пальцы, что, в общем, желаю вам удачи. Надеюсь, что у вас все получится. Говорите в микрофон, пожалуйста. Включите микрофон. Так можно работать на национальном уровне, собирать данные по всей стране. Второй вопрос. Сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, как то, что люди не хотят предоставлять данные из-за охраны личных данных? Да, я понял. Во-первых, у нас нет какого-то национального реестра онкологических заболеваний. Поэтому мы стремимся создать правовую базу на национальном уровне. Потому что я координирую реестр в Карачи. Я занимаюсь его возобновлением. Я встречаюсь с политиками, с врачами, с людьми, которые занимаются правовой основой. И стремлюсь создать это в регионе Карачи. Но то же самое применяется и к другим регионам и провинциям. То есть у нас ненациональный реестр. Второе, что я хотел сказать. Есть то, о чем вы говорите. Вот мотивация. Это большая проблема. Потому что мы работаем с конкретными больницами. И вы знаете, у них есть вопросы. Например, а какое преимущество будет от того, что они предоставляют такую информацию? А что улучшится? А зачем им предоставлять данные? Почему мы собираем данные из 11 больниц, а люди начинают задавать вопросы? А как мы будем публиковать эти данные? Сколько у нас будет авторов? 42 автора. Есть много важных вопросов. Это вопрос конфиденциальности. Вы совершенно правы. Есть много других вопросов, которые приходят на ум людям. И, конечно, это проблема. И желание людей предоставлять такие данные – это тоже большой вопрос. Но главное – это создать правовую базу. И я надеюсь на то, что у нас это получится сделать в ближайшем будущем. И тогда это будет самый важный шаг на пути создания такого национального реестра, потому что у нас на нашей стороне будет закон. И тогда мы будем успешны. Так, вопросы, еще комментарии. Если вопросов нет, давайте перейдем к следующему спикеру. Большое спасибо за вашу презентацию, господин Первес. Я хотел бы немножечко прокомментировать то, о чем вы говорите. Дело в том, что в нашем институте в 50-е годы пришел молодой исследователь Чаклин Александр Васильевич, который дальше поехал во Всемирную организацию здравоохранения работать, а потом перешел уже в онкологический научный центр. Так вот, в 50-е годы он организовал огромное количество экспедиций, о которых говорил Алексей Михайлович. И по среднеазиатским нашим республикам в то время многие закономерности, о которых вы говорите, он это показал. Как раз бетель, значит, полость рта, огромное количество патологии соответствующей. Поэтому это действительно проблема привычек, вредных привычек, как мы называем. Но там они абсолютно явные. Кто использует бетель, вот это жевание всяких. Там, если бы вы рассказали, какой состав их, я думаю, что шокировали бы нашу публику. Потому что там есть масса вещей, которые мы в нормальном виде не воспринимаем. Вот, поэтому, конечно, все это перекликается. И вам больших успехов в организации, потому что это страшно тяжелая вещь. То есть, действительно, вы собираете информацию по сотне больниц, сотни должно быть соавторов. А какой их вклад реальный? Есть аналитический вклад, есть техническая работа. Всегда это сложные проблемы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.